Приветствуем вас, я Екатерина Шумила, сегодня у меня в гостях Олеся Басман, главный редактор интернет-издания Гордон. Олеся, приветствуем вас у нас. Ну что ж, последние дни до досрочных парламентских выборов уже скоро мы узнаем те партии, которые пройдут в Новую Верховную Раду, мы узнаем имена всех депутатов. Несмотря на те социологические опросы, которые публикуют каждую неделю различные кампании. У вас есть свой прогноз, кто пройдет в Новую Верховную Раду? Да. Давайте, говорите. Ну, во-первых, по поводу наших социологических прогнозов. Если проследить за теми рейтингами, которые они выставляют и которые в итоге получают партии, то вся социология это не более чем, разве что, тенденция. Но она ни в коем случае не отражает реальных вещей. Почему? Потому что, давайте так, я буду говорить, в большинстве своем. В большинстве своем это тоже бизнес. И социологические конторы это очень весомая составляющая, часть предвыборного бизнеса, предвыборной борьбы разных партий. Что я имею в виду? Ну, вот журналисты об этом прекрасно знают. Политики об этом знают. Технологи, которые в теме, об этом знают. Может быть, не все зрители, телезрители, читатели об этом знают. Потому что вот даже когда, не знаю, вот мы завтракаем, и сидит за столом в том числе мой тесть. И он говорит, о, социология показала, кто-то там вырос на 2%. Это же вот, значит, вот то-то подействовало. Я говорю, Илья Яковлевич, ну вы же такой опытный человек. Ну вы же прошли столько ситуаций, вы все видели. Ну вы что, вы верите в социологию? То есть это все равно влияет. Что это такое? Это не более чем манипулирование общественным сознанием. И это попытка под рейтинги подогнать результат выборов. Почему? Потому что из некоторых сил пытаются специально искусственно создать аутсайдеров. Для чего? Чтобы показать народу, что, смотрите, вот эти, например, они, ну все равно не проходные, нет смысла за них голосовать и терять свой голос. Это как и на президентских выборах было. Абсолютно верно. Яркий пример. Президентские выборы. Причем конкретный пример. Игорь Смешко, который пошел на президентские выборы, все ему давали социологические конторы, 1,2, по-моему 1,9-1,8 максимально было то, что ему давали. В итоге он показал 6 с копейками процента. И это еще не считая то, что у него было покрыто волонтерами только примерно 30% всех участков. И где-то по там подсчетам его внутриштабным и те, которые соизмеряются с внутренней тогда президентской и СБУшной социологией, где-то 3,5-3,6% у него украли. То есть реальный процент, который он взял, если бы все подсчитывалось честно, это около 10%. А теперь представьтесь, социологические конторы, причем уважаемые, с именами, достойные, которые все как один давали, не давали и двух, и реальный результат, который там на уровне около 10%, но показано было конкретно то, что засчитано более 6%. К чему я это говорю? Что, вы знаете, очень важно смотреть на этих людей, которые избираются, слушать их, анализировать и в помощь себе брать гугл. Обязательно нужно смотреть, кем этот человек был, где он работал, что он сделал, что он не сделал, что он пообещал и сделал или не сделал. Обязательно нужен какой-то анализ. Почему? Потому что, ну, это может показаться, что это все неважно, и, ай, знаете, как, сами там разберутся. Не пойти на выборы или вообще не думать, за кого ты голосуешь, а просто проголосовать так, как кто-то там в соседней кабинке тебе сказал, я за того, давай за компанию. Нельзя за компанию. Ведь выборы – это реально единственный легальный инструмент, и в мире ничего лучше не придумано во всем цивилизованном. Как ты можешь выбирать свое будущее? Здесь это, знаете, как налево пойдешь, направо пойдешь, то же самое. То есть ты или выбираешь следующее? Да, знаете, в чем проблема, если те, кто баллотируется и уже был депутатом, есть декларации, есть какая-то информация о тех депутатах. Но у нас есть множество мажоритарщиков, в принципе, они даже, наверное, важнее, чем партии, которые пройдут, потому что именно за счет них будет формироваться коалиция. Если это новые люди, ты даже не найдешь декларацию. Есть много, хотелось сказать, бездомных, безработных. Бездомные тоже там есть. Фактически бомжи, бедные, несчастные, да, которые идут в Верховную Раду, бессеребренники. Очень просто. Сейчас в интернете все есть обо всех. Даже то, что есть или нет. И здесь очень важно отделять правду от фейков, потому что президентская кампания была грязная, парламентская еще грязнее. Я же наблюдаю и анализирую. То есть это просто война фейков, когда тебе на голову сыпятся какие-то совершенно нереальные вещи о кандидатах. Что здесь нужно? Во-первых, смотри на источник. То есть не просто, условно говоря, тебе кто-то сбросил ссылку, и ты такой сразу, какая сволочь. Нет, ну давайте включаем мозг, включаем какую-то критичность мышления. Смотрите, кто это сказал или кто об этом заявил, какой источник. То есть вы доверяете хотя бы более-менее этому ресурсу, который это опубликовал. И это первоисточник, то есть это интервью конкретного человека. И опять же, насколько весомо это может быть. То есть здесь просто нужно анализировать. Да, от этого не защитишься, от фейков тоже очень тяжело, их очень много. Если говорить опять же о фейках, вот один из самых ярких примеров уже этой кампании, когда у того же Смешко еще не был сформирован список партийный, но вышла Ольга Васильевская, журналистка. Один плюс один. Хорошая журналистка, профессиональная. Я лично ее не знаю, но в фейсбуке я периодически смотрела за тем, что она делает, и мне нравилось. И, ну, у нас есть общие знакомые, поэтому я о ней знаю как о профессиональном и достаточно порядочном человеке. Она выходит с постом, где пишет о том, что, причем безапелляционно абсолютно, о том, что у Смешко места проданы в списке. Я уже не помню, но там было из серии миллионов 15, что ли, Хамутынник купил себе 15 мест, Домбровский. Там назывались, если я не ошибаюсь, суммы полтора-два миллиона. Не, ну там Опт, я помню, там я впечатлила сумму в 15 миллионов, Опт от Хамутынника, потом Домбровский, еще кто-то. Ну, в общем, если сказать коротко. Естественно, все это опровергли, потому что, ну, близко этого нет, понимаете? То есть просто взять, вот лежит телефон, а мы с вами скажем, нет, это кофеварка. Ну, вот это кофеварка или телефон. И когда списки опубликовали, когда, собственно говоря, уже все открылось, то оказалось, что вот всего того, что там написано, она написала как журналистка, как достаточно авторитетный источник, нет, то есть это неправда. И вместо того, чтобы, ну, я не знаю, извиниться, ну, хотя бы просто сказать, друзья, вы знаете, это была ошибочная информация, я признаю, что мои источники меня обманули или дали мне неверную информацию, я поэтому протранслировала неверную информацию, которая могла навредить там чести, достоинства и так далее, нормального человека, тишина. То есть у нас вот принято отмалчиваться, понимаете? И такого очень много. А как вы думаете, ну, часто обвиняли различные партии, что они продавали места в своих там списках, были ли действительно, много ли было таких случаев, как вы думаете, такая тенденция? Потому что, в принципе, доказать это очень сложно, это действительно нужно иметь какой-то факт переписки, либо там, не знаю, снимки встреч, где-то передавали деньги, но об этом очень много говорили. Как проверить, достоверно это информация или нет? Вот смотрите, вот кулуарной информации гуляет очень много. Кулуарно называется очень много сумм, мест и так далее. Но опять же, если у нас есть какие-то доказательства, мы можем об этом говорить. Вот если мы знаем, да, если у нас от первоисточника, если кто-то выйдет и скажет, меня пытались предложить мне вот такую сумму за то, чтобы я вошел в список такой-то политической силы, или я заплатил за кого-то. Это, конечно, фантастические ситуации, но они тоже бывают. То есть, если мы говорим о том, что мы хотим подтверждения, то, конечно, подтверждения должны основываться на каких-то фактах. То, что без этого не обошлось в большинстве случаев у партий, которые проходят барьер, это само собой, это понятная многолетняя практика. Но опять же, смотрите, если мы говорим о том, что те, кто входит в список, они дают деньги на партию официально и вносят их на официальный партийный счет от себя, декларируя, платя за это налоги, то это как раз прозрачный механизм. То есть, это понятное финансирование, когда в том числе партийцы и кто-то еще скидывается на партии. Вот если бы это ограничивалось вот этой легальной историей, то, конечно, у нас бы все было прекрасно. Ну, у нас пока так не работает. Если говорить о том, кто входит в Верховную Раду, отвечая на ваш вопрос, давайте загибать пальцы. Ну, слуга народа раз, за життя два, к сожалению. Порошенко. Не знаю. Вот Порошенко не знаю. Тут зависит все, насколько много возьмет голос Вакарчука и свобода. Это очень связанные вещи. Это как сообщающиеся сосуды. Потому что сегодня Порошенко работает полностью на идеологическом фронте свободы. Он выбрал себе нишу, он ее эксплуатирует. И вот эти все вещи с телемостами, с вбросами, с реваншем, на самом деле выгодополучателей от этой истории и тех, кому она выгодна, ни один Медведчук. Это понятная сторона. Россия, Медведчук, для того, чтобы мобилизовать электорат. А ведь есть не менее заинтересованная в этом сторона команды Петра Порошенко. Потому что именно он берет это, как имя на флаге, поднимает и говорит реванш. Вы посмотрите, там он марафоны какие-то устраивает, еще-еще. Но когда бы и почему бы о нем еще вспомнили, как бы он смог мобилизовать свой электорат, если бы не это. Это же абсолютно просто. Опять же, мы говорим, любая выбора этой технологии. Это технология. Разделяй и властвуй. То есть что им нужно сделать? Им нужно разделить свой электорат, причем наэлектризовать его, разорвать до такой степени, чтобы одни пошли бороться и проголосовали за одну крайность, а вторые пошли бороться и проголосовали, дошли до выборов, до Дильныть за вторую крайность. Поэтому тут пройдет ли в Верховную Раду Порошенко, будет зависеть от того, насколько много наберет Вакарчук и насколько много наберет свободы. Потому что теоретически, если они хорошо его покусают, то он может и не преодолеть 5-процентный барьер. Дальше. Тимошенко. Ну, я думаю, что входит по-любому. Просто процент, я не понимаю пока, сколько они возьмут, но они войдут. Смешко. Конечно, войдет. Если уже вчера я открываю рейтинги к МИСовски, смотрю, 5,1% или 5,2% дают. То есть официально даже преодоление барьера. Но если уже даже официально они дают, даже вспоминая президентскую кампанию, я могу сказать, что процентов 10 у него точно есть. А источники из одной уважаемой многолетней конторы социологической, мне вчера тоже позвонили ребята, говорят, хочешь узнать, сколько у Смешко на самом деле, вот по нашим сейчас замерам. Я говорю, да, а что значит на самом деле, ну, ребят, вы чего? Они говорят, ну, ты понимаешь, у нас команда не пускать, не давать выше барьера, то есть держать за 5% туда, то есть ниже ставить. Но на самом деле у нас сейчас 8,2%. Мы померили по свежим опросам. А это может касаться и других партий, потому что, в принципе, каждая политическая партия заявляет о том, что у них очень, это неправильные показатели, что им сильно занижают, это говорят и в оппозиционной платформе, в зашитя и в других. То есть верить это или нет, потому что каждый говорит, что у нас это очень маленько, а на самом деле у нас... Смотрите, Кать, фактически рынок социологических контор с репутацией, будем так говорить, он распределен и прикарманен уже такими большими политическими силами. И это процесс не вот сиюминутный, а это процесс долгосрочных контрактов. Поэтому я сейчас, естественно, не буду называть, кто кому прикомандирован из соцконтор из больших, какой политической силы. Ну, зачем? Но, в принципе, да, традиционно, вот откуда они берут финансирование, естественно, не прозрачное, а там, да, кэш в кармане. А так они и считают. И когда выходят рейтинги, и ты смотришь эти рейтинги, ты, в принципе, понимаешь, кто заказывает музыку, кто платит, тот и получает результат. Еще важный вопрос. Верите ли вы, насколько вообще велика вероятность формирования однопартийного большинства в парламенте? И нужно ли оно? Не верю. Потому что в Зеленского говорят, что это было бы хорошо. Не верю. Я не верю, что будет большинство у Владимира Зеленского. Я думаю, что тут несколько факторов сыграют в любом случае, и они не дотянут. Плюс, смотрите, если вот уже так спускаться на места и рассматривать более пристально каждую ситуацию, это ситуация типичная для любой политической силы. Качество человеческого материала, досрочные выборы, когда нужно за очень короткий период набрать команду людей, профессиональных, достойных, качественных, за которых ты будешь отвечать и которые будут уметь командно играть с тобой, а не при первой возможности перекупаться. Поэтому я вам скажу, что те, кто зайдет в Верховную Раду, и они будут заходить под неким брендом, это не факт, что через несколько дней, как мы часто наблюдаем, они не будут голосовать уже с каким-то другим брендом или вообще не организуют межфрактины, объединения, которые просто, как на рынке, будут периодически предоставлять свои услуги и давать недостающие голоса тем, кто придет и профинансирует этот процесс. То есть в этом смысле ничего нового пока не будет. Другой вопрос, что Верховная Рада обновится, туда-таки зайдут новые люди. На сколько процентов мы посмотрим, но это будут новые люди. Качество этих людей будет зависеть сейчас от тех, кто придет и проголосует 21 числа. Потому что если, вот смотрите, лето. Здесь вопрос о высокой явке. Да, огороды, дачи, отпуск, кто-то уехал, кто-то приехал. Кому-то просто лень сейчас идти, брать открытные эталоны, как это было на президентских. Потому что на президентских все-таки народ смог мобилизоваться. И президентские, это, ну, знаете, человек хорошо, вот, ну, избиратель, хорошо понимает, что от него хотят, когда есть конкретная цель. Вот она артикулирована, и эта цель выглядит как один конкретный человек. Когда же речь идет о том, что парламент, какие-то силы, там много людей, много составляющих, много информации. Человек становится разобран, он не понимает, а зачем это, ай да ладно. Да, я сегодня, кстати, смотрела динамику того, как украинцы ходят там с 94-го года на парламентские выборы, и динамика постоянно снижается. И вот как раз многие эксперты говорят о том, что эта явка будет крайне низкая, скорее всего. Ну, это, кстати, вот то, что касается крайне низкой явки, это как раз может сыграть против Зеленского, против голоса, то есть там, где традиционно более молодой избиратель, потому что, ну, низкая явка не за счет бабушек, бабушки все-таки придут. Они как ходили, так и придут, это самый дисциплинированный электорат. К сожалению, я хочу сказать, это не значит, что не надо ходить, надо ходить всем. Но молодежи тоже нужно ходить, потому что именно у молодежи есть больше шансов разобраться с ситуацией и не навыбирать Верховную Раду тех, кто, как обычно, будут, не мы будем иметь Верховную Раду, как народ Украины, а наоборот будет, понимаете, происходить. Еще хочу поговорить за языковой закон, который вступил вчера, 16 июня в силу. Россия очень жестко на это отреагировала. Она уже там на совмезии, он попыталась поднять этот вопрос, снова в своем стиле сказать о том, что вот нужно защищать русскоязычных, там, конечно, им дали отпор, вспомнили про Крым, про сбитый малайзийский самолет. Но если мы вспомним риторику Зеленского, он себя как президент позиционировал двуязычной, гражданин Украины, и многие от него ожидали, что он этот вопрос сделает более такой компромиссный. Возможно, двуязычие, возможно, какие-то для Донбасса языковые квоты, разрешит им там переписываться, общаться на русском, именно тоже в государственных органах. Как вы думаете, после того, как будет сформирована новая Верховная Рада, к этому вопросу вернуться или уже все? Я думаю, обязательно вернуться, потому что команда Зеленского не скрывает, что они бы хотели корректировать этот закон. Мое мнение, если говорить о законе о языке, в принципе, сейчас безотносительно этой Верховной Рады, он был принят конкретно под президентские выборы, конкретно под риторику Порошенко, Парубия, конкретно под их слоганы вера, мова, армия, то есть, когда это одна из составляющих, которую обязательно нужно было закрепить и опять же мобилизовать электорат. А это та тема, которая, вы понимаете, в чем дело? Ведь тема языка, она может объединять, она должна объединять. А в нашем случае она объединяет, потому что політики, которые занимаются этими темами, они их ставят, гостро ставят саме перед выборами и делают из них политические лозунги. В Украине має бути, на мой взгляд, одна единственная державная мова. Мы маем читать Конституцию, которая у нас прекрасна. Там записано державная мова украинская, прекрасная, но далее в Конституции, в основном законе Украины, в котором мы не маем не порушивать и жить за ним, и все другие законы вписывать сгідно с Конституцией, чтобы они ее не порушивали. Поэтому далее в Конституции Украины идет чётко чёрным по-билому, что російська и все другие мови нацменшин мают право на вольный развиток, как и чтобы ніяких утисков не было и так далее, и так далее. Тобто, дивіться, є завжди два шляхи з приводу мова. Є шлях, якщо ми розвиваємо українську, підтримуємо її, ми робимо більшу зарплатню надбавки тим, хто обслуговує українською, тим, хто навчає українською, тим, хто кіно робить українською, тим, хто мультфільми робить українською, ми, як держава, запроваджуємо премії, круті, стильні, які хочеться вигравати для письменників, для поетів, українською. Тобто, це шлях розвитку і преференцій, який не буде отак стикати в суспільстві одну частину з іншою частиною. І ми при цьому, якщо ми обираємо цей шлях, ми ніяким чином не утискаємо тих, не принижуємо тих, або не розказуємо тим людям, які звикли розмовляти російською. В цьому немає проблеми, розумієте? І, в принципі, в цьому питанні зовсім немає проблеми, тому що, знаєте, я не понимаю, якщо Путин забрал у нас Крым, якщо Путин откусив у нас Донбасс, ми що, йому ще й русський звико дарити? Відь це теж частина нашої культури, вот цей русський звик, він же не такий, він русський, український звик. Пообщайтесь с писателем, пообщайтесь з языковедами, які розказують, як це. Тому що, ми должны, тим, що ми разні, ми должны обогащаться, і чим більше языков ми знаємо, давайте учить английський, давайте, щоб наші діти говорили на французском, на англійськом, на русском, естественно, на українськом, потому що це наш государственный язык, але не йти, не делая з цього предвиборні пугалки, які, опять же, таким образом, перед выборами просто-напросто будуть разрывати общество. А що касається особого статуса Донбасса, там вот були предложення в АП, хотя потом сказали, що це личне мнення, Бог дано виметься. Да, о тому, щоб дати їм русський язык пользоваться полностью свободно. і забіли тревогу, мол, а якщо зараз Харків попросять, а якщо зараз Николаїв попросять? Мікається, це преждевременні розговори, тому що сначала потрібно мати чіткі плани, видення того, як вообще ми будем возвращати Донбасс і як ми будем возвращати Крим. Потому що пока ні плана чіткого, ні шагів чітких у нас немає. Євні причини для того, чому це не відбувається. Потому що, учитывая, що Верховна Рада абсолютно не підконтролена президенту Зеленському, він не може даже какие-то первоначальні основні назначення провести, свої сделать. Естественно, не говоря уже о том, що він не може ні один закон, ні один акт провести через эту Верховну Раду і проголосувати. Тому є объективний процес, чому зараз це не робиться. Сможе ли він це зробити після того, коли вибори пройдуть і коли він зробить назначення, ну, тільки історія покажет. По крайній мере, я знаю, що желання таке решити цей вопрос, вернути Донбасс, вернути Крим, у нього є. Тому все то, що касається языка, сейчас, це знаєте, як сначала, ну, то есть, обсуждать які-то вещи, які ще, це потім. Нужно сначала иметь вообще дорожнюю карту, яким образом ми, в принципі, зможем їх отвоєвати і вернути. А потім вже в копілку пунктів ми заносимо і в тому числе обсуждаємо і этот, і этот, і этот. Какі-то пункти наверняка придеться виносити на референдум всеукраїнський. То, о чём говорил Зеленський. І я не знаю, почему, опять же знаю, почему, потому что выбор і потому що просто-напросто запустилась технологія, потому що частина обществу, подогреваємоя другими политиками із оппонентського лагеря, она начала кричать, да как же, да какой же референдум, да как же нашему народу можна вообще дать право проголосовать. Друзі мої, а как ми получили независимості, коли був Советський Союз? Не на референдумі ли? І, як мені рассказывав Леонид Макарович, Кравчук, когда он приехал тогда в Беловежье, ну, собственно, да, историческая встреча, на которой всё произошло, а его же Ельцин очень, ну, я бы сказала, жёстко прессовал по поводу того, что не выходи из Союза, что это такое, какая независимость, какие, да? Он ему сказал, смотрите, Борис Николаевич, ну, вот вы, вот есть ваше слово передо мной, а есть слово моего народа украинского, который мне на референдуме абсолютным большинством проголосовал и сказал, что мы хотим быть независимой страной. Говорит, вот если бы вы были на моём месте, вот перед вами сидит Кравчук и говорит вам что-то, а на второй чаше весов у вас ваш русский народ, который проголосовал на референдуме, вы бы кого послушали? Леонид Макарович ему говорит, ну, конечно, русский народ. Он говорит, ну, вот и я. То есть, вы понимаете, это же всё, это же всё туда. С другой стороны, а не прикладывание ли это ответственности на народ на референдуме? Мы видим ситуацию с Brexit, это, наверное, самый яркий пример, когда вот политики спросили народ, народ ответил, а теперь они не знают, что с этим делать. Не лучше, чтобы вот Зеленский, как президент, он, скорее всего, получит свой, парламент, который будет ему подконтрольный, если в коалиции, например, он даже будет с Батькищиной. Не лучше ли внести ответственность за все свои действия? Он же сам сказал, что дайте, проголосуйте за нас, мы хотим нести единолично ответственность за все решения. Я думаю, что идеальная коалиция для Владимира Зеленского это коалиция с Игорем Смешко, потому что этот человек как раз, вот если говорить о плане, я не могу раскрывать детали, но я знаю, этот человек как раз имеет четкий план того, как Украине вернуть Крым и Донбасс, при этом не потерять и не уступить ни капли национальных интересов. Это военный путь? Нет, это не совсем нет, нет. Смотрите, я не могу, я не имею права просто рассказывать, почему, потому что есть вещи, которые вот мы из-за нашей открытости и уже вот такой сплошной диджитализации, интернетизации, мы привыкли к тому, что в принципе а что, ну мы все можем обсуждать и все в открытую, и это прекрасно с одной стороны, но есть, остаются вещи, которые невозможно выносить в публичную плоскость до того, как их не реализуешь, иначе просто этот план не действует, потому что во время войны это фактически, смотрите, у нас идет война, а мы публикуем где-то в СМИ наши планы, как мы будем побеждать нашего соперника, ну и соперник, собственно говоря, то есть читает это все сразу и говорит, ага, ну вот понятно, раз, два, три, мы готовы, то есть это то же самое, но план очень реальный, он эффективен, и я вам скажу, что если сложится вот таким образом, как сейчас, я вижу, команда Зеленского делает заявление, что они готовы к коалиции или с силой и честью, или с голосом, но я считаю, что для Зеленского, для президента Зеленского, если он хочет реализовать действительно все свои инициативы и войти в учебники истории, для него опыт, мудрость и знания Игоря Смешко будут идеальными. Ну вот касательно референдума, все-таки, не нужно ли единолично брать ответственность за все решения? Нет, я так не считаю. И готова ли та часть украинцев, которая, например, проголосовала против, принять выбор большинства? Ну это демократию, это готово, не готово, это уже, извините, может она и плохая, но лучшее устройство никто не придумал. за русский язык националисты, поднимут кипиш в центре Киева. Да нет, я не думаю, что кто-то проголосует за русский язык, но я имею в виду, как второй государственный, точно никто не проголосует. В этом же нет проблемы, и вы поймите, вопрос-то так не стоял, и проблем это не было до того, как не сделали его предвыборным лозунгом. То есть это же искусственно созданная проблема, которую можно было и нужно было решать с точки зрения мирных инициатив и просто логики здравого смысла развития. То, что касается референдума, здесь важная какая составляющая в любом референдуме? Это информационная подготовка этого референдума, это то, каким образом ты выпишешь вопрос, это вам любой социолог скажет. Как ты спросишь, так тебе и ответят. Понимаете? Да. Это всегда очень важно. Вопросы очень много зависит. Вот здесь будет именно это важно, но учитывая тот опыт и те наработки, которые есть у команды Владимира Зеленского в сфере информации, в сфере, как доносить до людей, как пиарить, как это показывать, то здесь я считаю, что они смогут провести эффективную работу. Я, кстати, ожидаю, что Владимир Зеленский, вот если Петр Порошенко и его команда, я считаю, провалили информационную политику, государственную информационную политику, потому что правда на нашей стороне, правда на стороне Украины, но из-за действий его команды, из-за его личных действий, многие в мире так не считают. Они до сих пор, ну не то, что не считают, они не понимают этого. То есть им до сих пор не объяснили, что на самом деле произошло, происходит роль агрессора Российской Федерации. Они не понимают, как можно во время войны воровать вообще на тех бюджетах, которые должны выделяться на войну, и которые доноры европейские выделяют как транши для реформ, для поддержки вающей стране. Они не понимают, ну как это, как это возможно. Так вот, если бы та команда, которая ушла, была 5 лет, она справилась с этой задачей, конечно, Украине было бы легче. Так вот, я думаю, что как раз Владимир Зеленский, как человек в прошлом, из шоу-бизнеса, из медийного пространства, понимающий и знающий это, он думает, что займется информационной политикой очень плотно, тем более на встрече, которая у нас была у журналистов, ко дню журналиста, когда он собирал, и это было Off the Records, мы много времени уделили именно информационной политике, ему это интересно, он реально этим хочет заняться. Посмотрим. Кстати, сегодня появился на его сайте указ, вы видели, что он из каждой редакции, чтобы каждая редакция выбрала журналиста, и он будет в комитете по свободе слоя. Но это, кстати, очень классная инициатива. Да? Полезная. Еще, Олеся, хочу обговорить взаимоотношения с Россией. Какие они будут в следующие 5 лет при президентстве Владимира Зеленского, и тот телефонный разговор, который состоялся, все его так долго ждали. И многие трактуют это как хороший знак, что могут быть переговоры, что могут быть какое-то уже прямое общение, которое будет более продуктивное, чем с помощью Франции, Германии и других стран. Так ли это? Я не верю в эффективность прямых переговоров без усиления наших сегодняшних позиций. Честно вам говорю. То есть я считаю, что переговоры могут быть эффективными только в формате, когда за одним столом, кроме Зеленского и Путина еще будут сидеть Трамп, Меркель, Макрон, Мэй, но Мэй уже уходит, Джонсон скорее придет. Почему я так говорю? Потому что на данном этапе мы не сформировали пул аргументов, пул козырей, которые можно было бы обменять у Путина на то, чтобы он отполз просто. Ну вот просто отстал от нашей страны. Понятно, что мы же не он со своей страной, не мы не улетим в космос. Понятно, что нас всегда будут разделять или вернее соединять эти сколько, две тысячи километров границы. Мы останемся соседями. И я вам больше скажу, никуда же не деваются эти связи между украинцами простыми и россиянами простыми. Торговля между двумя странами. Ну, торговля это скорее уже не простые отношения. Кто-то продолжает наживаться, а кто-то лозунги, понимаете, популистические развивать. Нет, я говорю об исторической перспективе. Поэтому в любом случае заканчивать эту войну нужно. Но на данном этапе это не зависит от Зеленского. Это зависит от Путина. Потому что именно он эту войну развязал. И именно он ее сейчас продолжает. И от Зеленского зависит другая история. Насколько он сможет мобилизовать мировых лидеров, сможет их убедить в том, что это именно им, не только Украине. Потому что Украина, по сути, это сейчас как щит, который закрывает своим телом всю Европу от продвижения Путина, его агрессивной политики дальше. Так вот, если Зеленский сможет убедить Европу в том, что это именно так, и что спасая сейчас Украину, они спасают себя через несколько лет вперед. Это делал Порошенко. Там уже никто не верит, что это щит. И у них очень много совместных экономических интересов. Кать, я же неспроста сказала, что Порошенко провалил информационную политику. А почему он ее провалил? Потому что, если бы он показал своим примером, что ему ничего не нужно, кроме того, чтобы войти в учебники истории, остановить эту войну и сделать Украину процветающей, ну, послушайте, если бы у нас сейчас перекрыть коррупционные потоки, вы представляете, что нам вообще не нужны никакие ни транши, ни МВФ, ни какие-то донорская какая-то помощь. Но реально этих денег, если ты поговоришь с экономистами, то они сядут тебе и просто распишут, значит, вот на этой теме у нас теряется вот столько, вот на этой вот столько, вот на этой вот столько. Но когда это было все до войны, то, ну, вроде как, все привыкли, да? А когда появился фактор того, что деньги уже на крови эти делаются, не просто это нечестные деньги, они кровавые, то как-то, ну, это на голову не налазит, понимаете, после того, как был Майдан, как людей расстреляли здесь просто, как куропаток в центре. Ну, и ничего, ни для кого это не стало никаким уроком или препятствием воровать дальше. Так вот, если бы Порошенко показал, что Украина стала реально, как он на бордах писал, житой по-новому, на своем примере, на примере своего окружения, Европа бы по-другому к нам относилась. Потому что я еще раз говорю, я же вот, ну, бываю на всяких там международных форумах, посольствах. Ну, что они говорят? Не на камеру, просто между собой. Когда общаешься, они говорят, ну, смотрите, ребята, ну, мы вам даем, там вот последняя помощь наша мы выделяли на какие-то там, на борьбу с коррупцией они выделяют. Я, видите, я смеюсь, да, они выделяют деньги на борьбу с коррупцией, которые уходят сразу же в коррупционные карманы. Все они говорят, смотрите, мы вам вот это выделили, вот это, вот это. Ну, ваши же деньги, ну, мы же знаем, мы же не дураки, мы просто сейчас не хотим выходить публично об этом говорить, потому что это, по сути, такой будет паз для Путина, он скажет, ааа, конечно. Ну, говорит, мы же знаем, что они пошли не по назначению, там процентов 30-40 только дошло максимум, все остальное в карманах осел. Он говорит, ну, мы же тоже не идиоты, мы же берем у своих налогоплательщиков и отдаем вам, а, извините, пожалуйста, а какой смысл? Наши что, хуже, чем ваши? Так мы тогда о себе будем думать. То есть, почему мы сами этого не делаем, а требуем от Европы? И здесь очень важно, сейчас я заканчиваю, здесь очень важно доказать и показать и рассказать, здесь важны аргументы. А мировому сообществу по поводу того, что если они сейчас не защитят Украину, то они будут просто обманщиками и их словам никто в мировом контексте не будет верить, что от этого пострадает их репутация. Я сейчас говорю в первую очередь о Будапештском меморандуме. Это все можно сделать, но просто для этого нужно хотеть это сделать, нужно подготовиться. почему я говорю про Игоря Смешко, потому что он готов и у него все ходы, все ходы записаны, у него реально есть планы, он понимает, кому с чем приехать, что сказать и какой аргумент должен сработать, чтобы вся эта конструкция заработала и чтобы мы наконец-то, как Украина, получили мир, мы вернули свои территории, мы были независимы, суверенны и мы смогли развиваться и, собственно говоря, процветать. То есть напрямую с Россией это плохая идея говорить. Еще момент. Может быть, потом и нормально, просто сейчас я не вижу результата в этом. То, что Владимир Зеленский сейчас поговорил с Владимиром Путиным, мне кажется, это скорее тема, это не глобальная тема войны и мира или возвращения Крыма, это скорее тема возвращения моряков пленных. Я думаю, что это больше связано все-таки с этим. Тем более, что уже не секрет, тем более, что не секрет то, что это еще, наверное, месяц назад мне рассказывали источники о том, что Виктор Медведчук договорился с Владимиром Путиным, что перед выборами они сделают публичную встречу и на этой встрече именно Медведчуку Путин моряков отдаст. То есть, опять же, одна из мобилизационных вещей, чтобы электорат Медведчука пошел и проголосовал именно за него, а не за ОПА-блок, который, кстати, вытащил золотую акцию в виде первого номера в списке. И я думаю, что благодаря этому они вот просто на этом только на одном номере процента полтора-два получат, чему лично я рада, потому что все это отнимается у их соперников, бывших их коллег. Поэтому я, кстати, не исключаю, что вот отвечая на первый вопрос, что ОПА-блок, который Мураевский, он тоже может пройти Верховную Раду. Интересно. И вот касательно моряков, да, действительно, был анонс, что они именно говорили о военнопленных и о моряках, сегодня появилась уже новость, что все-таки продлили еще на три месяца арест украинских моряков. В принципе, можно уже сделать вывод, я думаю, что этот разговор не сильно повлиял как-то на итог. Мы посмотрим, как разговор повлияет двух родственников, то есть одного кума и второго кума, потому что, насколько я понимаю, еще обмен и отдача, вот какая-то такая история может состояться перед выборами. Время у нас еще есть. Ну вот все-таки следующие пять лет, насколько сильно изменятся взаимоотношения России и Украины, и есть ли риск, что он будет продолжаться вот в таком вяло текущем формате, что через пять лет мы с вами встретимся на интервью и будем обсуждать вопрос Крыма и Донбасса. Кать, ну вот кто мог сказать, когда начиналась эта война, Майдан был, помните? Ну вот давайте вернемся в те дни. Я очень хорошо помню свои ощущения, когда вот это все происходило, а потом вообще Небесную сотню стали расстреливать. И ты жил вот каждую, каждой секундой ты жил, ты переживал, и ты понимал, что ну вот выше градус уже не поднимется, и сейчас главное вот с этим справиться, пережить, вот главное сейчас, чтобы Януковича убрали от Влада, и у нас от власти состоялись выборы, и все. И вот завтра наступит после этого счастье, потому что люди погибли, потому что такая цена была заплачена, потому что это вот наверное по сути настоящее было прощает тому Советскому Союзу, который дал, где независимость мы получили очень легко, без крови, без ничего, то есть она же нам по сути свалилась, кстати, благодаря Ленину Макаровичу, Кравчуку, в первую очередь. И я вам скажу, что тогда я себе представить не могла, что вот условно говоря, вот сейчас мы будем сидеть, пройдет пять лет, а у нас вообще уже пять лет будет идти война, как эта война вообще, кто мог тогда сказать о войне, как это пять лет, ну если, да, великая Вторая мировая война у нас меньше длилась, чем эта война. Почему так происходит? Потому что война за это время с обеих сторон кроме войны еще и превратилась в бизнес для многих участников с той и с той стороны. Когда война превращается в бизнес, то ее становится сложно закончить, потому что для этого сначала нужно отодвинуть всех, кто на этом зарабатывает. И для Зеленского сейчас будет очень много непростых задач. Нужно будет решить, причем быстро, сразу и во всех направлениях. Сейчас у него нет такой возможности, потому что, я говорю, во-первых, нет рычагов, во-вторых, выборы, в-третьих, но он учится, он каждый день, вы представьте себе, то есть человек совершенно из другого мира пришел, окунулся, туда. И он, мы когда были на этой встрече, я говорю, вы в шоке? Он говорит, да. Мы, кстати, это тоже обсуждали в редакции, когда увидели видео, когда он начал взрываться просто во время встреч. Мы обсуждали, а не жалеет ли он, понимал ли он, в какую историю он впутывается. Я, кстати, я не увидела, что он жалеет. Нет. Вот он, я скорее скажу, что он кайфует. Пока он на драйве, ему нравится, пока он чувствует, что он может поменять ситуацию, переломить. Я тоже думала, что, знаете, я увижу, вот когда мы встречались, да, тогда встреча журналистами была, я думала, что я увижу человека уже такого чуть подавленного, разочарованного, очень уставшего. Нет. Он, он с энергией, он, видно, что он хочет, видно, что его эта ситуация заводит, и он до сих пор в таком, да, в состоянии, когда надо действовать. Это еще было месяц назад, если я не ошибаюсь, где-то, да? Потому что вот сейчас он ездит активно по регионам, и смотришь иногда видео, и он действительно такой уже усталый. И вот, кстати, про роль, это тоже, что мы вот как журналист поговорим, обсуждали часто, что кажется, что он не Зеленский, а он либо Глобородько, либо он уже немножко принимает манеру поведения Лукашенко, вот такого хозяйственника, железной рукой. Я, кстати, не знаю, почему он несколько раз позволил себе вот так сорваться, это, мне не нравится такая модель поведения, я считаю, что она ему не добавляет. Я вижу, что многие пишут, политтехнологи, что это хорошо сработает на выборах, потому что наш народ якобы любит сильную руку. Я так не считаю. Я так не считаю. Я не знаю, что это, или это просто человеческая усталость сейчас, потому что все-таки, ну, знаете, когда гонка подходит к концу, то многие срываются, просто срывают крышу. Во-первых, была президентская кампания, когда многие выложились на 200%, и уже устали. И мы не успели передохнуть. Представьте себе, если надоело все народу, как надоело все тем, кто каждый день в напряжении, в таком, да, должен жить и постоянно что-то выдавать на гора из себя. То есть я не знаю, что это. Либо это его усталость такая уже проявляется этим, либо же посоветовали какие-то его технологи, что давай-ка включи этого самого Лукашенко. Выдь жесткой. Да, давай попробуем. Не знаю, но я считаю, что это неправильная история. Ну что ж, уже тогда с понедельника нам будет о чем говорить и обсуждать, кто же все-таки пройдет в парламент. С нами была Олеся Бацмана. Олеся, спасибо большое за интересный разговор. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. До свидания.